Юлия Анатольевича Журавлёва, с которым мы совсем скоро выйдем на связь и по телефону. Пойдем в очередь позвониться. Ну и также в студии в институте будем говорить о самой актуальной теме, что происходит в ДУСА Микрайке, но у нас каждый год, да. Их сюрпризов не отходят, особенно если впереди много, то лово идет жертва, лово берет деньги, поэтому есть что-то всегда отходить. Добрый день, добрый день, добрый день. Какие же главные темы, на которых хотелось бы устроить внимание на работу? Ну, березет принят, хотел бы еще повторить, что такое березет, это костюмы денег, которые планируют правящие в чем мы обожаемые периоды на следующий четырнадцатый год у народа подняться. Ну и то, что поделился между собой, останется то, как великую подарку нам выделять в виде каких-то нищих сельсий, нищих на каких дорогах и т.д. и т.д. Чтобы посчитать, чисто математически, сколько нам отнимают изместить, применительно. В зависимости от страны и страны управления сложите в том месте и поделите у нас уже остатки из количества людей. Вот я сейчас книги не почитал, наверное, будет еще страшнее, а вот перед выборами 13-й, почитал бы, что уже такая знаковая цифра получилась, вот каждого динамера и только староженого ребенка, что 166 евро ежедневно. Знаешь, что там стало. Ну, а сейчас, скорее всего, еще более отмелетно. Ну, а то, что у нас последняя актуальность, что министр сообщения и ют. трейдер от новой консервативной партии заявили, что хотят, вот, ну, господин извинствоваться, господин Ламберсов, извинствоваться. Ну, это такое, по-моему, немножко нуля национальности, и, вернее, попытка перенять, переделить имущество. В одном я не могу не согласиться, надо обязательно национализировать все стратегические отрасли, вернуть обратно народу, потому что невозможно финансировать ни культуру, ни науку, ни производство и так далее, развивать, если у нас нету ресурсов, то есть, если у народа нету госсобственности, которая, что у нас происходит в этом году? Приватизация, то есть, лишение тяжкого наследия оккупационного режима госсобственности. Ну, и, а что стало с этой госсобственностью, с теми заводами, так называемых, РМЗ страны, они можно перечислять и перечислять, их либо сразу развалили, либо перепродали по частям, потому что никто, это не может быть сразу, надо поделить, и то же самое, вот последняя телевидение Аланта прекратила свое спуску. О, и как шанс, это не логично, так, потому что было просто решено, потому что уже порядок, порядком до того, оно было подано иностранным, иностранным корпорациям, и это корпорация, как владелец этой длины, студии, дивизионы, может делать что угодно, ну и как национальное телевидение, оно просто ликвидируется. Я могу подсказать, что будет будущим, все больше, все больше будет английским, судя переводом, потом просто по английски, вот сейчас судят известный человек за то, что он не согласился с фактом оккупации. Да как бы это ни назвать, такую оккупацию еще надо заработать, скорее всего, просто так не дает, потому что нам нагло развивали производство, развивали национальную культуру, праздник, песни, кстати, это еще праздник, песни, и танцы развивали во время старской России, это не зародилось во время, не зависимо от того, это еще порядком до того. Я недавно был снимать в рекламном клипе английском в рискок киностудии, в рискок киностудии уже практически ничего не осталось, я там долго временах в основной оккупации, она жила в своей жизни, прекрасной жизнью, там аура была особенная, особенная аура, потому что особенные люди там трудились, работали, творились, а сейчас там, где дешевая работная сила, дешевые актеры, дешевое помещение, иностранные компании, корпорации снимают свои рекламные клипы для своих курс. Ну вот, это результат того, это аура, что вот станутся. more, net. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...